Проведение религиозных обрядов, духовно-просветительская работа, формирование здорового нравственного климата как на поле боя, так и за его пределами. Такие задачи стоят перед Институтом военного духовенства, который по указу президента возродили в Вооруженных силах России 15 лет назад. По мнению экспертов, сегодня, когда нет дефицита информации, важно иметь духовную опору и нравственное воспитание, чтобы не стать объектом манипуляций. Современный человек не знает себя и не изучает. Он везде находится на периферии, по большому счету, внешнего мира, чужих блогов, хайпов и так далее. И, к сожалению, на этой волне базируется власть многих глобальных субъектов, которые опираются на обман, дезинформацию, ложь, решают сугубо свои интересы. За плечами отца Александра Лемешко служба в Сирии и шесть командировок в зону СВО. Запрос у всех один – делится священнослужитель. Унять душевные переживания и научиться верить в Бога. Первое, что нужно сделать для решения проблем – обратиться к Богу с молитвой, почитать духовные книги, поразмышлять над своей жизнью. Потому что путь православного христианина – это путь покаяния. Путь, или по-гречески это звучит как метаноя, что значит перемена ума. То есть, чтобы человек избавился от каких-то заблуждений, суеверий, неправильных взглядов на жизнь. Среди военнослужащих много и мусульман. Поэтому в состав военного духовенства входят и имамы. Нам делить абсолютно нечего. Когда мы начинаем искать разницу в нашей вере – это кровь, это война, это смерть. Поэтому мы придаем всегда им то, что в любой вере нужно искать единение. В учебно-методических сборах представители военного духовенства приняли участие более 20 священнослужителей, чтобы обменяться опытом работы с военными и поделиться знаниями по организации работы в зоне СВО. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.